всех приветствую друзья мои сегодня у нас интересный телефончик на обзоре от компании hot wave hyper 7 pro 5g версия с мощным процессором с гигантской оперативной памятью 36 гигабайт оперативной памяти 16 физической и 20 встроенной 256 гигабайт физической памяти 2k дисплей 6 и 6 дюймов разрешением с хорошей частотой дальше что здесь у нас 200 мегапикселей задняя камера два дисплея ночное видение фонарь кемпинговый двухдиапазонный вайфай четырехсистемная четырехполосная системная навигация галилео байдо gps голонас также здесь двухдиапазонный вайфай вайфай 6 2 4 5 и 8 гигагерц bluetooth последней версии и многие многие другие фишки которых сейчас мы поговорим что мы сейчас делаем комплектацию вам покажу данного телефончика и пробежимся по андроиду андроид здесь установлен 14 посмотрим какие фишки завезли пофотографируем и сделаем выводы сегодня погода конечно у нас не летная но как раз этот телефон удара влага пыли защищенный он ничего не боится ни дождя ни влаги телефон для активного образа жизни и на каждый день он не кирпидон иванович здоровенная батарея 10800 миллиампер хватит вам не знаю даже насколько очень очень надолго так как процессор энергоэффективен смотрим комплектацию комплектация данного телефончика давайте распечатаем поставляется в классической черной коробочке от компании hot wave что мы видим логотип компании hot wave здесь у нас hyper 7 pro 16 гигабайт оперативы 20 виртуальной в купе 36 гигабайт оперативной 256 встроенной памяти на сразу же видим что стоят пломбы если пломбы сломанного значит у вас подделка основные характеристики вынесены на наклеечку давайте пробежимся вкратце дисплей 6 и 6 дюймов 1080 на 2400 пикселей full hd 2k дисплей замечательно батарея 10800 миллиампер емкая батарея хватит вам надолго 16 гигабайт оперативной памяти плюс 20 расширяемой 256 встроенной это замечательно камеры 200 мегапикселей камера задняя 24 ночная камера и фронтальная 32 мегапикселя операционная система android 14 и у нас тут дмн сети 750 процессор 7050 вроде он я посмотрим телефончику мы вернемся чуть попозже давайте сразу посмотрим комплектацию что входит в комплектацию комплектацию телефона скрепка для лотка открывания сим-карт нам сейчас пригодится пока его берем здесь видим что все сделано качественно губочка проклеена посмотрим что в коробочке зарядка usb type-c usb type-c кабель у тг для передачи данных салфетка для стекла наклеивания значит стекло наверное идет в комплекте зарядка максимальная у нас 33 ватта instruction на разных языках русский язык тоже присутствует видим до стекло есть стекло и запасное стекло хотя здесь горник горилла глаз последнее поколение непонятно зачем но на всякий случай то есть ли кто то пожалуйста переходим к самому телефону телефончик ну здесь у нас так не здесь наверно это на клеенке все продублировано давайте его давайте его распечатаем телефончик здесь у нас динамик камера 32 мегапикселя качельки громкости включение выключение сенсор отпечатка пальца на кнопочку включение назначен type-c многофункциональная кнопка до которую предназначить можно до трех приложений сим-карта так давайте по полотне по телефончику сразу же уберем клееночки все клееночки убираются сразу задняя сторона что мы здесь видим 200 мегапикселей камера здоровенный объектив стоит ночная камера 24 мегапикселя фото вспышка она же фонарик 2 и к инфракрасной подсветки второй дисплей видим для разного функционала кемпинговый фонарь отлично такая здесь под кожу сделанной вставочки логотип компании hot wave достаточно такой брутальный дизайн большой дисплей камера так алюминиевые вставочки видим качельки громкости как и сказал клавиша включения выключения наш сенсор отпечатка пальца петелька для темлека буртик присутствует все прорезинено только кроме вставок все это вот так ощущается софт-тач такой мягкий резиновый если телефон упадет на экран то буртик не позволит разбиться камеры тоже между прочим под буртиком все если на камень не положите то не разобьете упадете когда телефон вместе с телефоном упадете снизу микрофон у нас так у нас заявлено до 2 динамика стереозвук здесь буду выходить фильмы будет очень удобненько смотреть с обеих сторон звук идет микрофон сверху тоже стерео будут писать еще один микрофон заглушка usb type-c для передачи данной отг реверсивной зарядки сверху стерео dual speakers написано давайте посмотрим как выглядит так где у нас скрепочка как выглядит лоток sim-карт видим что все прорезинено или две sim-карты или одна сим-карта и наносим все закрываем убираем клееночку здесь две клеенки одну оставляем другую убираем все аккуратненько весит он 396 грамм не тяжелый он не кирпич мы каждый день можно таскать его да конечно не маленький но и не 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 такой тяжелый можно использовать каждый день так давайте включим сейчас я его настрою и сразу же мы пробежимся вот такая друзья у нас была комплектация что мы сейчас делаем давайте я включу видео с экрана вставлю вам сюда и сразу же мы с вами пробежимся первый взгляд так сказать на функционал данного аппарата послушаем музыку ну и посмотрим что внутри что у нас встречает видим что меню у нас по умолчанию нету если мы нажмем долго удержания главный экран то стиле рабочего стола двухслойный рабочий стол зайдем ну и разное тут из нас приложение есть из которых можно и что у нас появилось у нас меню мне так удобнее не знаю может вам так неудобно кто привык на рабочем столе все держать я не привык мне вот гораздо так также у нас здесь есть трех кнопочная система навигации у меня сейчас сделано свайпами мне также удобно экран большой яркий яркости за глаза хватает но сегодня конечно не так солнечно но яркости за глаза из интересного что если мы сделаем свайп с правой стороны то у нас шторка открывается если свайп с левой стороны то у нас события какие тут происходят тоже открываются давайте сразу же посмотрим что у нас есть 2 диапазонный вай фай фонарик есть фонарик у нас сейчас вот этот включаться для большого фонаря есть отдельное приложение которое мы чуть-чуть посмотрим попозже дальше у нас темная тема не беспокоить 5g отдельно включаться если у вас покрытие есть в вашем городе или населенном пункте где вы живете 5g пожалуйста здесь можно включить можно выключить точка доступа как модем можно использовать также здесь модуль nfs присутствует для оплаты для разных проходов карт можете вносить под водой камера может работать и парк воды считать тут конфиденциальная информация геолокация на данный момент выключена и также присутствует а gps давайте зайдем настроечки посмотрим что у нас по настроечкам также удобный интерфейс разделен по категориям иконки все подкрашены не голый android кастомизирована уже из коробки вам остается только настроить или пользоваться как вам интересно sim-карта рабочая сеть вай-фай у нас тут отключена двух диапазонный вайфай я уже вам говорил интернета нету подключены устройства можно смотреть здесь ну давайте на основных только посмотрим какие фишки на всем не буду застрять внимание то опять видео затянется режим уведомления есть настраивается экран экран между прочим замечательный 6,6 дюймов время отключения экрана давайте 5 минут поставить для демонстрации детективный режим всегда включайте что пока вы смотрите на экран он не блокировался очень удобно масштабирование текст обои и стиль автоповорот экрана вырез на экране можно закрыть можно сделать так а можно здесь камера на экране стоит соответственно можно ее закрыть можно открыть что вырез был капелькой не знаю кому как удобно мне вообще-то не критично частота обновления экрана экран конечно здесь обалденный 120 герц развертку можно поставить если игровые какие-то активные приложения используйте тут пожалуйста режима авто видим нету по умолчанию 60 гигагерц стоит меня устраивает заставка отключена активация вертикальном положении не включайте эту функцию никогда потому что если в сумке или в кармане постоянно включается у вас будет телефон скорость интернета в первое время вот эту функцию можно поставить у вас скорость интернета бот шторки показывать не 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 у всех даже в единиц на вот такая функция есть телефон полностью кастомизировал очень удобно звуки братца давайте послушаем как звучит данный телефончик заявлено до весны а нифига не дверь по ходу моно здесь музыка стоит вот этот динамик не не работает странно а у музыки у меня послушать нету но обещаю что стереозвук просто наверно моно стоят штучки да звук идет с одного динамика но надеюсь что оба динамика будут работать наверно скорее всего моно звуки здесь для стандартных телефонов зачем стерео логично здесь классический стандартный интерфейс и никто не стал заморачиваться вставлять стереозвук хотя можно youtube ключи посмотреть сейчас если здесь будет работать защита кондофициальность опять же можете тут для параноиков все сделано кому-то гугл завезли приложение по умолчанию 41 приложение позже мы пробежимся батарея 10 по 700 здоровая батарея учитывая что здесь деминсити 750 стоит тут энергоэффективный 7 нанометров в техпроцесс если не ошибаюсь так что вам хватит очень-очень надолго хранилище 256 гигабайт если вам не хватит до двух терабайт поддерживаться флеш-карта специальные возможности но тут ли есть ограниченные возможности не хочет как-то под себя настроить безопасность экстренные случаи это все стандарта местоположение здесь двух четырех позиционной симонавигации также gps если покрытие сотовой сети есть вас 30 сантиметров разбег будет вас определять где вы находитесь цифровое благополучие если детям покупаете а такие телефоны частенько детям как я уже говорил покупают пожалуйста можете тут полностью контролировать сервисы google видим что завезены а к виде предупреждение убрано это замечательно отпечаток пальца на сенсор отпечатка пальца можно назначить разное приложение полностью подсея тут ответ на звонок эти настройки кивируются любым пальцем требуется ни одного в общем возврат на предыдущий возврат на главный экран список открытий кому как удобно я этим не пользуюсь может заморачиваться пожалуйста пусть будет ускорение системы dual speed нам не надо расширение оперативной памяти сейчас у нас 16 гигабайт и у нас не расширено до 20 еще можно добавить 36 гигабайт оперативной памяти я не знаю упадете в оморок от такой объема памяти умная кнопка три приложения можно назначить на данную кнопочку удобненько второй экран о втором экране поговорим отдельно я покажу основные функции здесь давайте пробежимся что есть выбор циферблата если вы контролировать подключитесь еще циферблаты подгрузятся тайм-аут экрана 30 секунд можно настроить экран уровень подсветки яркость подсветки время возврата на главный экран шагомер шагомер не активен дополнительный экран не отображат можно шагомер на этот экранчик поставить замечательно с основным включение если когда вы включаете основное будет загораться тоже можно отключить включить по перевороту опять же включить но если вы там в кармане носите может частенько срабатывать но на энергии не ездят кому как удобно подсказка звонки есть подсказка и уведомления красная точка на циферблате указывает на наличие уведомлений можно включить выбор приложений какие приложения будут показываться на заднем экране открытие приложения музыки звук фотографии разрешение фотографии можно фотографировать тут селфи очень удобно на себя посмотрел 200 мегапикселей селфи прикиньте вот это второй экран конечно кто-то говорит игрушка нет он особенно для фотографов или там если вы ведете видео снимаете себя удобно снимать вы видите что вы снимаете выбор циферблата интерфейс уведомлений ну тут показано что надо делать в принципе помощники с циферблатами все понятно я думаю тут разберетесь ничего сложного нет режима перчаток скоро зима будем в перчатках ходить еще месяц другой уже тоненькие перчатки надевать и что постоянно не скидывать очень удобно включили режим перчаток будет работать умный помощник плавающая кнопочка тут есть это уже кастомизация пошла настройка жестов полностью там тремя двумя пальцами по экрану можете настроить всякие жесты начиная подсветка режим управления одной рукой предотвращение случайных нажатий замечательно умный помощник мы сейчас только были система посмотрим сейчас андроиде 14 видим что здесь модель нарисована препаративной памяти сколько информации по размер экрана размер экрана дюйма и емкость батареи и память общий объем да можно здесь же расширить версия андроида 14 замечательно что касается настроек если вкратце я не стал вдаваться потому что и так на 8 минут наговорил тут можно опять часами разговаривать давайте по приложениям прибежимся и в конце вернемся под камере посмотрим что у нас здесь из приложений детский режим есть если вы там детям покупаете опять же включаете тут может под пароль все ставить некоторое предложение чтобы ваш ребенок не лазил зайдя на незаметки но все сервисы google видим установлены игровой режим есть набор инструментов все посмотрим какие инструменты завезли компас шумомерно-стальной уровень уровень лупа трансплантира отвес тревога ориентон тревога зеркало шагомер и фонарик фонарик у нас опять же задний фонарик отдельное приложение сейчас мы покажу вам есть здесь для основного фонарика кемпингового настройки режим игровой режим можете включать у вас тут все уведомления отключатся и чисто вы будете в игре делать дальше управление телефоном тут очистка системы очистка мусора заморозка приложения разные функции и кемпинговый фонарь сразу же предупреждаются что не в глаза не светите а то выжгет глаза мой режим сос есть есть три режима основной самый мощный так у нас фонарик горит дайте выключу через шторку надо есть самый мощный пол силы 1 четверть силы давайте самый мощный поставлю он яркий ребят я осмотреть не могу камера не передает но он поверьте белый яркий свет здесь у нас в половину здесь одна четверть даже на одну четверть и он вот слепит я не могу на себя его повернуть потому что я след ну все выключаем есть режим сос что вас заметили в лесу если там слышите крики да и в лесу потерялись вы слышите что вас ищут вечер уже темно можете включить и вы всегда на себя внимание обратите и все или вверх там подняли все равно отсвечать будет от неба и вас заметят что вы это здесь еще режиме только пять минут десять шестьдесят минут и есть подсказки на английском языке но я думаю английский язык вы все знаете fm-радио посмотрим без наушники думаю работать не будет хотя нет наверно будет использование разрешить нет не будет просит подключить наушники ну что основной из приложений все по умолчанию в принципе все видим и давайте к камере перейдем камере сейчас мы расположим камеру и чем-нибудь поснимаем включаем камеру сразу же видим умный интеллект завезен у нас это замечательно сверху кнопочка будет редактировать вашу фотографии если где-то дефекты тут все подправится hdr режим есть давайте зайдем размер автоспорт серийное управление затвором местоположение водяной знак включим для демонстрации сетку нам не надо дальше 200 мегапикселей видим вынесено на отдельную полочку опять же снимок рыбалом местоположение водяной знак не знаю будет не будет здесь его нету на пресс-сете сейчас я вам фотографии вставлю посмотрим если логотипа нет он может это 200 может есть будет логотип режим beauty есть видео давайте посмотрим по видео разрешение 4k может снимать потом 1080 но и остальные режимы местоположение стабилизацию я не вижу хотя может она вшита оставим 4k ночное видение опять же это у нас не ночное видение это у нас неправильный перевод это плохое освещение наверное назвать когда плохое освещение диафрагма расширена меньше шумов все вытекающие последствия фотографии будет лучше еще умный интеллект подредактировать шум уберет еще замечательно ночное видение настоящее здесь у нас инфракрасное фонарик сразу же по отсвечиваться все четенько вечером незаменимая штука и что у нас еще есть остальные режимы у нас есть ручной портрет гиф анимация панорама замедленная съемка монохром баке qr-код в общем полный фарш все что касается давайте выключаем запись с экраном что мы сейчас делаем сейчас я пофотографирую посмотрим как 200 мегапикселей снимать ну 200 мегапикселей сама камера такая серьезная как раз у нас дочь пошел посмотрим как себя ведет сейчас я еще вам покажу по заднему экрану что функционал и примеры видео и фото смотрим задний экранчик штука очень удобненькая активируется но настройках активируется хоть как можете поставить можете с экрана можете без экрана свайпы в обе стороны свайпы работают что у нас здесь из приложений сейчас есть часы музыкальный плеер можете управлять не включая экран фотографировать себя и компас если ходите там где-то в лесу уже очень удобненько давайте по камере камера настраивается разрешение в настройках пожалуйста можете все камеры использовать до заднюю переднюю и вот здесь у нас будет основная камера снимать можете любое разрешение выставить сделать например фотографию удобно когда делаете также можно сделать видео выходим все свайпы у нас вверх будут все уведомления хочется вам еще что-то приходить свой вниз батареечка яркий дисплей amoled такой конечно брутально выглядит вот такой функционал и фонарик и так фронтальная камера сейчас посмотрим за одним как пишут микрофоны и заднюю камеру буду снимать скажу оба микрофона работают о микрофона динамика или только один послушаю вот так снимает фронтальная камера 1080 максимальное разрешение не знаю стабилизация есть нету ветерок дует смотрите сами как пишет звук вот так давайте примеры задней камеры камера пишет в стерео да оба динамика работают это просто встроен был звук так давайте посмотрим с обоих динамиков идет звук как перестраиваться быстро не быстро камеры чутенько это вот 4к у нас снимает вот так если пройдусь не знаю стабилизацию не завезли будете снимать только статику я посмотрим макро как снимают об нормально вообще чуть-чуть вопросов нету принципе качество должно быть огонь и вот так снимает основная камера делайте выводы сегодня достаточно пасмурно идет дождь и и и и и и Вот такой у нас, ребят, телефончик был от компании HotWave Hyper 7 Pro 5G. Ссылочки оставлю в описании все, посмотрите, там промо-коды. Старт продаж начался, пока идут хорошие скидочки, можно приобрести такой телефон за разумные деньги. Для кого телефон? Для активных любителей жизни, активный образ жизни ведет. Туристы, спецслужбы, опять же, рыбаки, водоискатели, все-все-все. Ну и просто для энтузиастов, кто хочет себе хороший броневик защищенный, вот это для вас. Пожалуйста. Все, ссылки оставлю в описании, переходите, смотрите. У нас на этом все. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok